Как же все обсуждают слово пацана. Как же всем понравилось слово пацана. Как этот поганый новомодный сериал Слово Пацана романтизирует гоп-культуру и залезает в мозги русским детям. А вы знаете, что уже детей в роддомах чушпанами называют? Да, вот это Слово Пацана, который очередной сериал про воров ментов, воров ментов и ментов в ворах, но для зумеров. Такой красивенький, с молодыми актерами. Про вот это вот все и многое другое в сегодняшнем ролике. Здрасте, вы на канале Сейна. Сегодня говорим про Слово Пацана. Знаете, вот что объединяет нас с вами и героев сериала Слово Пацана? Что и мы, и они, да и вообще все люди ищут лучшей жизни. Ищут как бы вот следующий день прожить лучше, чем предыдущий. И когда у нас не получается этого достичь, мы сильно расстраиваемся и часто начинаем искать причины этого вовне. Для персонажей сериала Слово Пацана это более чем актуально. Однако и там не все персонажи вселенной являются частью банды и совершают какие-то безумные необдуманные действия в попытках начать жить получше. И безусловно, не всегда, но очень-очень часто проблемы в личной жизни, на работе, в семье и в куче разных других сфер зависят все-таки не от внешних обстоятельств или не только от внешних обстоятельств, а от вас. И в самой серьезной мере от вас. И, как правило, выход из самой безвыходной ситуации начинается с разбирательства с самим собой. Я вам говорю это по собственному опыту, и я уже это озвучивал, но считаю это полезной рекомендацией, которую хочу доносить до всех. В свой супертяжелый жизненный период, когда я уезжал из России и лишался буквально вот всего, что в моей жизни было, стирал ее подчистую, я регулярно занимался с психологом, именно чтобы вынести этот сложный для меня этап. Пережил бы ли я это без психолога? Да пережил бы, наверное. Но важно же не просто пережить, а выйти из этого человеком, который вообще может наслаждаться жизнью. И в моем случае в это очень серьезную лепту внесла терапия. И в нашей вот современной действительности, которая каждый раз подкидывает вам новые и новые, какие-то ужасающие испытания, которые нужно вывозить, вывозить и еще раз вывозить, мне кажется, нет ничего зазорного в том, чтобы обратиться за даже не то, что помощью, в смысле спасите меня, а за поддержкой для того, чтобы вам просто помогли со всем этим разобраться. Потому что, опять же, нет ничего страшного, удивительного или экстраординарного, что вы накопили такое вот количество проблем и задач, что просто сами не вывозите. И если вы чувствуете, что тревога и страхи толкают вас к неверным решениям, то, возможно, самое время обратиться к специалисту. Для этого я рекомендую сервис Альтер. Там вы заполняете анкету на сайте и указываете в ней пожелания к психологу, свои вопросы и комфортную для вас стоимость. Если вам будет сложноваться самостоятельно сделать выбор из предложенных психологов, то можете написать в поддержку, и вам подберут специалиста вручную. Для каждого психолога указан его уровень образования, за чем в Альтере очень строго следят, и также для каждого из них есть видеопредставление, которое поможет вам познакомиться с вашим будущим специалистом. Подобрать себе правильного психолога действительно очень непростой процесс, но благодаря таким вот системам подбора современным, которые есть на сайте Альтер, это стало сделать проще, чем когда-либо вообще в истории. К тому же сейчас вы можете использовать промокод CINOLOGY и получить скидку в 20% на первую сессию. Сканируйте QR-код на экране и переходите по ссылке в описании, и помогите себе прямо сейчас. Ведь ваша жизнь не просто в ваших руках, во многом она в вашей голове. Возвращаемся к ролику. Первое, самое очевидное, и что легче всего и больше всего хочется разоблачить и опровергнуть, это то, что это романтизация. Что вот гоп-культура процветет после этого сериала, потому что этот сериал вот такими замечательными рыцарями всех этих бандитов показывает. Вот, чуваки, все, кто публично озвучивал такое мнение, либо сериал не смотрели, либо вообще не способны воспринимать искусство. Ведь абсолютно все участники событий, все серии сериала, я еще последнюю не видел, но все, что я видел, они страдают от результатов своих действий. Сначала страдали от просто положения, в котором оказались, после этого страдают от того, что находятся в банде. И короткие моменты счастья, которые им получается организовать себе с помощью этого бандитизма, они очень быстро прерываются тем, что их либо начинают бить, либо арестовывать, либо грабить, либо бить, арестовывать и грабить. И вообще убьют в конце. Сериал именно что про заложников обстоятельств, что люди просто оказались частью вот этого демографического скачка, когда огромное количество сельского населения оказалось в городах, и в итоге они молодые, с какими-то другими представлениями о том, что такое функционирование социума, при этом им нечем заняться, и они не могут организовать себе элементарную жизнедеятельность. То есть, опять же, подобная ситуация происходила множество раз в разных странах, разные эпохи, и везде именно такая просто демографическая ситуация рождала появление банд. Это часть неизбежного. И именно что люди заперты между невозможностью заработать легально и пиздюлями за то, что они попытаются заработать нелегально. И тоже к вопросу о романтизации. Это ведь не Аль Капоне, который в итоге вот со всеми этими рисками пиздюлей на преступном пути зарабатывает себе там виллы, спорткары и все такое. Чувакам приходится всем двором размучивать шапку, потому что нельзя просто взять и купить шапку. И вся вот эта вот дедовщина, массовые драки, убийства, ограбления, риск здоровьем, риск свободы и все вот это ради организации каких-то самых элементарных вещей. И никто в своем уме не будет мечтать оказаться в этом положении. И большим долбоебизмом является только воспринимать комментарии в духе «Ой, я влюбилась в пальто» как реальное желание людей, которые это говорят, вернуться в 80-е. Но очевидно же, что это не так. И даже если завтра в каком-нибудь Нефтекамске, Магнитогорске, где угодно вообще в России случится вот ровно те же события, что описывались в слову «пацана» и кто-то их один в один повторит, это совершенно не будет означать, что сериал заставил их это сделать. Это будет означать, что они и сами были готовы это сделать, и сериал просто стал для них спусковым крючком. Но это совершенно не вина сериала, что люди уже были готовы совершить какие-то действия преступной группировки. Когда я тысячу лет назад делал видос про сериал «Чернобыль», я говорил, что как жаль, что вот европейцы могут взять как бы внутренне российскую историю, ну понятно, что советскую, но материя в сущности та же, взять ее, воссоздать все исторические фактики и обрамить какое-то уникальное историческое событие во всю вот эту вот стильную съемочку и сделать аж так, чтобы картинка временем пахла, со всеми натуральными атрибутами, ну опять же, это делают европейцы, а не русские. А русские не могут. И херово было. Теперь же я могу с гордостью заявить, что и у нас такое сделать могут, и особенная заслуга слова «пацана» именно в том, как это снято и поставлено. То есть, понятно, там такая типа имитация пленочки и вся эта стилизация, но гораздо важнее именно живость того, что есть на экране. И это забавно отметить, потому что одна из самых знаменитых работ режиссера Крыжовникова «Горько» не понравилась много кому, в том числе мне, а в том числе там ровно про это говорил Бэткомедиан в своем знаменитом обзоре, не понравилась именно то же самое, та же самая натуралистичность. Просто в случае, когда это была комедия про российскую свадьбу, эта натуралистичность не давала вот лично мне, например, воспринимать это как комедию. Мне было грустно на это смотреть и непонятно где смеяться. И вот как раз-таки «Горько» производила впечатление романтизации вот этого какого-то свинячьего образа жизни. Здесь же как будто все встало на свои места. Вот эта вот реалистичность, она есть. Вот этот вот мрак дается более чем наглядно и прям вот выносится на первый план с мельчайшими детальками. Выглядит очень натурально и живо. Но вот ни капли комедии не осталось. Будем считать, что к лучшему. Ну да, то есть теперь они играют получше, сняли это получше, как-то там интересно поставили. Но в сущности это те же менты с ворами и воры с ментами. Отчасти да, потому что безусловно менты и воры это уже часть нашей вот современной постсоветской культуры, от которой никуда не денешься. Но все-таки слово «пацана» делает несколько важных шагов от этого. Во-первых, нельзя не заметить, что в одной из серий прямо ставится водораздел между ауешными понятиями и теми понятиями, по которым живет двор. Безусловно, много схожего, но все-таки вещи разные. И здесь авторы конкретизируют свой феномен и отделяют его от всего, что люди слышали до этого. Это раз. Два. Сериал ограничен восемью сериями. И это замечательно. Там, даже если его продлят на второй сезон, это уже будет какая-то отдельная история. Потому что сейчас все явно затаились перед развязкой, где всю эту замечательную кодлу перестреляют, посадят. И в любом случае на второй сезон уже нужна будет какая-то другая сюжетная арка. Эта сюжетная арка задумана, чтобы рассказать историю. Не чтобы бесконечно растянуться. Этого нету в ее изначальном проекте. И частью этого же является то, насколько история не черно-белая. На этом вот коротком по сериальным меркам сюжетном промежутке персонажи успевают разочароваться в идеях, на которых стояли в начале сюжета. И за счет того, что это происходит на довольно коротком отрезке, это точно нельзя назвать вот всеми этими Мухтар-бандитский Петербург-стайл бесконечными сражениями вот ментов и воров. И на всякий случай, если вы не смотрели, а все, что вы видели, это только вот такого характера вырезки из тиктока. Адидас, ты же нормальный. Сериал вообще не такой. Есть откровенно некоторые моменты, которые смотрятся картонно. И если быть вот хейтером этого сериала и нарезать из него худшие актерские эпизоды, худшие сценарные эпизоды, фразы, которые хуже всего звучат отдельно, то может собраться реально мерзотная клюква. Вот все, за что русские сериалы не любят, по сути, можно оттуда вычленить. Но если вы смотрите это целиком, это не чувствуется. Наоборот, сериал держит очень хорошую планку и качество диалогов, и качество постановки, да и качество вообще, короче, всего, что в нем находится. И если это глобально приподнимет планку всей индустрии, это, конечно, будет замечательно. И вот это, по-моему, самое крутое, настоящий феномен в первоисточнике. Вот вы сейчас слышите и будете еще больше слышать про то, как же плохо, что у нас любят западный контент. Вот русский не любит, а западный любит. Так вот вам лучший рецепт от засилия западного контента. Пизда-то снимать! Нету лучше способа. Берете настоящий колорит, локальную историю, талантливо снимаете, талантливо играете, и это все смотрят. Вот так удивительно. Другое дело, опять же, что не про все можно откровенно снять, не про все можно откровенно сказать. И множество даже советских историй до сих пор с трудом пролезают, а иногда и совсем не пролезают в рамку нынешней цензуры. Где-то эта цензура не прямая, где-то это самоцензура, но все мы все понимаем. И вот это вот все понимаем, по-моему, тоже является одной из причин популярности слова пацана. Все потому что релейтится. Потому что люди могут понять, о чем это очень достоверно. Я, хотя вот, когда этот сценарий писал, я думал прогуглить, где это снято. Я подозревал, что, ну вот, в каком-то отдаленном городе России, может, в той же там Казанской области, типа, отъезжаешь сколько-то, и все. И уже там вот 80-е антуражик. Так, оказывается, в Москве и Ярославле это все снимали, даже до Казани не доехали. То есть, понимаете, насколько близко к месту, куда вкачиваются все деньги страны. Я думаю, что просто 90% фанатов сериала «Слово пацана» живут в декорациях этого сериала или проходят мимо этих декораций каждый день. И я вот 99-го года рождения, я кучу всего в этом фильме узнавал. То какое-то здание, то школа изнутри. Кучу всего, вот даже, казалось бы, молодым людям, которые задолго после развала Советского Союза родились, это все равно все знакомо. И вот именно то, насколько много я всего зарелейтил, пока смотрел этот сериал, натолкнуло меня на желание еще раз озвучить то, что много озвучивал на этом канале. Вот есть такое русское двоемыслие. Я не буду сейчас пускаться в рассуждения про Советский Союз, про современную Россию, там вот про политические лагеря и всякое такое. Но, мне кажется, очень много вот о нынешних россиянах говорит эта вот культура, которая давно существует, что есть какая-то повестка сверху, есть то, что все говорят и каждый день окают и знают там вот от зубов отскакивает, что нужно, на какие вопросы отвечать. И вот какая-то глобальная идеология и вот глобальное следование каким-то вот нормам, да, оно исключительно формальное. Все знают вот этот вот формальный устав, но жизнь реальная происходит вне него. И в этой вот логике подросткам надо выстраивать свою систему ценностей. То есть до какого-то возраста ты это не понимаешь. Кто-то никогда не понимает, просто всю жизнь ходит, окает, окает, да, там Ленин, Ленин, все классно. Вот, но потом ты неизбежно сталкиваешься с тем, что Ленин формальный. А что кроме Ленина? И вот этот вот поиск какой-то в самом делешной системы ориентиров, то есть, ну да, понятно, вот эта система ориентиров, она наша. Все ок, там знаете, в слово пацана вообще ничего не упоминается особо про советскую власть. И даже когда там пацан с представителем милиции разговаривает, он ее вот спрашивает что-то, мол, а вы вот за что? А вы кого защищаете? Она могла бы сказать, что мы за Ленина. Но нет, она говорит за правду, она апеллирует каким-то человеческим понятием, потому что, ну, через Ленина не договоришься, а она на его фоне сидит. И вот что несколько лет назад была вспышка АУЕ среди молодежи, когда там какое-то невозможное количество школьников угорело по всей этой воровской культуре. Да, скажу вам честно, я там, когда мне было 14-15 лет, мы с другом книгу Russian Criminal Tattoo от корки до корки просто знали, она у него была, я к нему в гости приходил. Мы на все это залипали, это так впечатляло, потому что это создавало ощущение какой-то вот как раз скрытой культуры, какой-то вот другой системы ценностей, системы идей. И я вот по итогам этого вором не стал. Да, там куча всяких татуировок сделал, но однако же все равно. И мне кажется, то же самое характеризует то, что очень много диалогов, особенно в стрессовые моменты сериала, в моменты какого-то столкновения мнений, они очень часто становятся односторонними. То есть кто-то один просто перестает отвечать, когда другой задает слишком сложные вопросы. То есть когда условно там какой-нибудь вот партработник спрашивает этого пацана про то, зачем ты это сделал, да почему тебе просто нормально не живется. Даже если бы тот вот начал отвечать на этот вопрос, то этот ответ занял бы два часа и включал в себя очень много спорных заявлений, которые тоже пришлось бы как-то отдельно объяснить. Ему пришлось вот просто всю и свою биографию рассказать, и всех чуваков со двора, чтобы вот просто все вот это вот описать. И поэтому он молчит, потому что разница между восприятием жизни пацана и транслируемой реальностью и реальностью, в которой официально надо существовать, она колоссальная. И мне кажется, подавляющее большинство фанатов сериала прекрасно понимают, что это. И если вам понравился сериал «Слово пацана» и вы вот теперь смотрите доп-контент на ютубе, то я вам с удовольствием посоветую что еще посмотреть, чтобы не останавливать вот этот вот процесс развития и углубления в интересные русские кинопроизведения. Порекомендую фильмы, все три, что порекомендую вообще про другую эпоху и вообще про другое, но именно вот это вот ощущение качественного продукта про какие-то материи, которые тебе вот с самого детства знакомы, мне кажется, оно общее у всех этих произведений, поэтому рекомендую. Так вот, как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов, замечательная вещь, нелюбовь Звягинцева и класс коррекции. Думаю, многие могли бы посоветовать какие-нибудь современные сериалы типа «Звоните Ди Каприо», «Чики», но я в этом не слишком силен, поэтому оставляю это вам. Если вы шарите и можете что-то посоветовать новоиспеченным фанатам слово «пацана», то обязательно сделайте это в комментах, а если вы как раз тот самый фанат, то читайте теперь комменты и лайкайте их. А если тебе интересно получать от меня рекомендации музыки, кинища, клипов и разного другого интересного искусства, то у меня для этого есть закрытый паблик. Или может тебе интересно состоять в чате фокус-группа, куда я скидываю всякие свои наработки, еще не вышедшие дизайны и все остальное, что тестирую на своих самых преданных зрителях. Для всего этого есть бусти, если вы в России, или патреон, если вы не в России с нероссийской картой. Еще у меня шикарный инстаграм, запрещенный в России организацией мета, еще у меня замечательный телеграм, уже не запрещенный в России, и еще ты можешь подписаться на канал, нажать колокольчик. Короче, можно побольше актива под этим видео, где я и так обсуждаю актуальный сериал. Пожалуйста, накиньте мне активы на канал, мне он очень нужен, в Нью-Йорке цены дорогие. Спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки? Спасибо. Спасибо. Спасибо.